Аргейм Русс. Солдатики. История. Их моделизм. Аргейм Русс. Здравствуйте! В этом видео поговорим о поместной коннице Московского государства. Иллюстрации для военно-исторических реконструкторов и любителей военной истории человечества. Часто так происходит, что возникает желание приобрести и раскрасить модель солдатика, а информации об той или иной эпохе у тебя не хватает. И приходится тратить много времени на поиски нужных иллюстраций. Порой нужную информацию находишь уже тогда, когда работу уже закончил, и остается неприятный осадок на душе от того, что мог бы сделать модель лучше. На канале я запускаю серию видеороликов, в которых будут выложены картинки, и каждый сможет поставить видео на паузу, разглядеть любую из них и использовать, как наглядное пособие для правильной окраски солдатиков или при создании конверсий. Все использованы в ролике картинки, а также сотни других иллюстраций по различным тематикам, вы можете посмотреть и в моих группах ВКонтакте и в Одноклассниках. Ссылки на них я дам в описании к этому видео. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Углубляться в экипировку и организацию я не буду. Для этого есть отличные видео Клима Жукова, но они страдают тем, что в его видеолекциях мало или совсем нет иллюстраций. На войска Московского государства у меня уже накопилось порядка 300 изображений. Посмотреть их можно в альбомах, в моих группах, в Одноклассниках и ВКонтакте. Ссылки дам в описании к этому видео. Поместная конница сформировалась в конце 15 века и просуществовала до эпохи Петра I. Ее экипировка и организация за этот период менялась, появлялись новые подразделения и возрастала роль огнестрельного оружия. Формировалась данная кавалерия из помещиков и их боевых слуг или послужильцев. Дворянин поселялся или испомещался на земельный надел и обязан был являться на военную службу в определенном вооружении и с боевыми слугами. За это помещик мог пользоваться землей сам, забирать часть дохода у крестьян, живущих на его земле, а также получать из казны денежное довольствие. Воин ездил на коне нагайской породы, которые были выносливые, но низкорослые. Они были слабо приспособлены для рукопашного боя, но отлично подходили для длительных рейдов и стрелкового боя на дистанции, например, из луков. Поэтому основным оружием в поместной кавалерии был лук. Использовали в ближнем бою сабли, шестоперы, клевцы, реже короткие пики, совни. Позже все больше и больше в поместной кавалерии стали появляться пистолеты и карабины. Для защиты воина применялись стеганный кафтан, тегеляй, шапки бумажные, реже панцири из плоских колец, кольчуги, шлемы-шишаки, миссюрки. Богатые и знатные воины могли одевать на себя также еще зерцальные доспехи. На ногах у воинов были сапоги, одежда служили кафтаны, рубахи, штаны. Подобная армия могла решать стратегические и тактические задачи на поле боя, пока они противостояли войскам со сходной организацией. Появление массовых регулярных войск привело к тому, что слабо дисциплинированная кавалерия уже не могла на равных сражаться с подобными частями. Это привело к военным реформам, в ходе которых поместная кавалерия исчезла и была заменена регулярными частями. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Wargame Rus, солдатики, история, моделизм. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео. Субтитры сделал DimaTorzok